И всем привет, меня зовут Торица, мы продолжаем смотреть невероятные приключения Джоджо, часть 6, эпизод номер 19 и 20, если мне опять же память не изменяет. Вроде как я прямо перед записью проверял, но я всегда могу ошибаться. Но тем не менее, мы продолжаем смотреть. Еще сегодня у нас две серии на повестке дня, и в прошлый раз мы одолели этого нового врага, который был прям таком изделистый какой-то, там изъявался он, короче, такой жидкий, гибкий и прочее-прочее, все неприятное. Дрался он, конечно, грязновато, грязновато немного с его этим компасом и так далее, но тем не менее мы его одолели. После сцены, в самой последней серии, вчерашней говорю, когда мы в прошлый раз смотрели с вами, была небольшая сценка, где показали Джо Лин, и она внезапно, я посмотрел ее, она внезапно почувствовала якобы боль, которая накопилась у нее после всех этих побоев, все вот эти дыры, раны и прочие кровотечения, внезапно она ощутила боль, но после этого она встала, типа, и вроде как, вроде как еще в состоянии хотя бы ходить, и в принципе не потеряла сознание. Еще после этого показали сцену с Джотару, но где он был, находился в какой-то больнице, но я не знаю, что с ним было, он просто там, к нему были приклеены эти присоски всякие, но и на этом серии, точнее, вот эта сценка завершилась. Не знаю, что это значило, но что-то явно значило, и неспроста это нам показали. Ну, или, возможно, просто напомнили, что Джотар где-то там еще находится, что он вот, вот еще там, короче, он есть. Он еще остается у нас как персонаж, поэтому мы должны его спасать, чем мы, в принципе, и занимаемся. Дальше мы отправляемся за Костю, продолжаем мы гнать этого карлика, хотя он, скорее всего, далеко уже, далеко-далеко убежал. Не знаю, как мы его будем искать. И, к тому же, еще остальные пользователи стендов тоже еще присутствуют, например, та девушка с красными волосами, тот мужик в каком-то шлеме, как минимум двое. И, скорее всего, вот этот карлик тоже является владельцем стенда, мое предположение. Но посмотрим, посмотрим. Итак, напоминаю, что полную реакцию сможете найти на Boosty, как обычно, ссылка будет в описании под этим видео. И давайте же перейдем к самой серии. А да, вот как раз таки продолжаем с той сцены, которую показали в прошлой серии, в конце. Он еще жив, он еще каким-то образом жив. Ну, как жив? Не жив, наверное, даже. А нет, стоп, наверное, жив, и мы уже вернули один диск, правильно? То есть, он, наверное... Не знаю, короче, как он там вообще себя чувствует, но он хотя бы не умер. Как он осознает, если у него банальной памяти нет? У него только стенд вернули, правильно? Ему вернули только диск со стендом. Или вы просто, видимо, еще не до конца разобрались с этим стендом, как он вообще работает. Вы пытаетесь понять, в чем суть. Окей, а он, конечно, не гниет, но это тоже не очень... Не есть хорошо прям, что он ничего не хочет делать. О! У него какие-то инстинкты, йо-йо-моё, ну не надо, аккуратнее. Подожди, он написал Луся на руке, как-то поцарапал, написал Джолин. Возможно, у стенды, типа, свое сознание есть? Или это его просто инстинкты какие-то, я не знаю, человеческие? Какое-то подсознание, я не знаю, кто это сделал именно. Да, Джолин прямо сейчас не сам в лучшем состоянии тоже пребывает, поэтому... Может, какая-то связь между ними образовалась, на секундочку. Джолин, почему? Кто это пишет? Как это происходит? Это реально какая-то связь? Ну, видимо, связь Джостеров передаётся на многие-многие сотни километров, даже, может, тысячи. И внезапно ты всё это поняла и решила такая... А, да, надо спасти своего отца, потому что он такой замечательный на самом деле, а я была такая глупая. Чудесным образом она всё осознала. Замечательно. Лучше поздно, чем никогда. Рождение Зелёного. Угу. Тоже будет этим Зелёным. А, он хочет её поймать, что ли? Он хочет её поймать, поддержать её. Блин, как же он старается? Как же он старается? Просто любыми способами пытается привлечь её внимание. Блин, на удивление мне он всё больше и больше нравится. Не знаю, почему. Он не такой же плохой. Да, лучше продолжать поддерживать вашу сделку, иначе вы лишитесь такого ценного союзника. Блин. Лови её! Или она сама сейчас... Да, она сама. Ааа, какое совпадение! Какое совпадение! Вот это да. Блин, он даже не обратил на него внимания. Он так... Блин, да что в этом за аниме... Просто за фрики какие-то, постоянно какие-то противные, мерзкие... У него вырос позвоночник, удлинился... Фу, что у него с ртом? Почему? Почему так всё мерзкое? Я понимаю, что это всё из-за неестественного такого быстрого роста. У него всё вот это становится... Омерзительным, но... Не делай, не делай этого! Не надо вот этих отсылок нам... Таких противных тому же. Что это? Не трогать этот корень, пожалуйста. Ага, да хватит! Мы поняли, что вы все такие противные здесь. Мерзкие. Они все такие, буквально. То есть, они, видимо, растут внутри организма чисто человеческого. Но... Ужасно, ужасно. стенд это твой стенд или чей стенд мне кажется не его стенд это напоминает мне раннюю версию стенда как его джорно когда он тоже выращивал деревья из живых организмов очень похожи на это не джолин не только не с тобой о как она она может контролировать себя видимо чем пахнет ладно нормально все делает чем пахнет скажи нам че пахнет блин как же не смотреть как же они стоят просто прогнулись прям такой позе встали ё-моё эти звуки всяк там трещит что-то блин ё-моё не надо остановись кошмарная просто так просто кошмар и что с этим делать одолеть владельца владельца нет по сути правильно это все козь делает а смотрите что делает жесть он обвязал его как же они близко как же они близко броня не знаю я чувствую что он ей на самом деле нравится тоже он по сути своей неплохой сам человек много что преступник тем не менее в этих условиях он неплохой человек для нее и к чему это гру что я боюсь что он у него очень большой шанс умереть если честно чего бы не хотелось бы видеть там моя звезда окей и чуть такое ребенок чей у ву 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 или чей это явно типа ребенок жестро но она обязательно узнавать тот такой и зачем понимать кто это и что это такое вообще а он у него тогда ладно кость у него видимо мне кажется владельцы тут гораздо больше чем один как минимум двое ну да мы знаем что с растениями и 2 мужик который в кепке вы приходит помогите им кто-нибудь стиль одежды меня то что это просто выглядит я не знаю эти по так модно сейчас да так так у тебя и скажет гучо ну конечно гучо не он тоже не может быть таким доверчивым правильно таким на юный но он ему не верит он умнее чем вот вот этот вот вот это вот он его просто прямо и приманивает я уверен так пройдемся по анатомии разберем его строение и куда он просто он просто уйдет или или что он просто ушел не но обязательно еще вернется уверен он просто взял и ушел мы с ним какую-то сцену у нас к это была небольшая просто взял и ушел не может быть но во всех она работа уничтожит просто джолин куджи но пока что ни у кого не получается мне тоже и союзник а вот он сад идет почему не одна мозг отключился просто он идет типа не понимающий что он делает и куда идет а ну почему ну главное наши парни и один парень из 2 и 2 дамы сбежали и остальное уже не важно принципе почему а это он это он survivor да это он был итоге а он у него отключился вас не горит невозможно все типа закончился стенд удивительно что они просто тут это вот этого дитя дитя просто взяли с собой и носит его нужно ничего не делает а там уже его доедают ребенка как ты упустил вообще как ты упустила вот так вот здорово говорит просто скушал ребенка почему он задницы вертит до бео по заднице да просто разрежьте у не знаю пола ты можешь просто дать с этого ребенка и все нафига ты его съел ты даже не переварил просто в животе лежит генджи наш общий новый ребенок появился видимо у всей нашей команды будет за нами просто ходить постоянно но в принципе если он не умирает и он может полезен просто он будет таскать ребенка и ничего с ним не станет возможно нам еще пригодится и он ребенок у него голос моему этого курики о нет ни коричьи как вызвали и 4 части тоже шипастыми спаши пасты головой уже забыл кузову шаге чего его шаге че звали а нет ничь ты пойти 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 клоу него воды не хватает там не было бы не хватает опять попей воды из озера я не знаю а фу ну почему так почему иди попей водички там же блин или чтобы все случилось он уже успел что-то сделать не ну я конечно просто не знаю делаю низкий поклон низкий поклон делаю что части не знаю возможно не из положительных каких-то там побуждений конкретно именно в плане того что она простая часть бьет реку все рекорды по по противности врагов по разнообразию в этой противности самой и мерзости вот типа стенды вот эти всякие раны в ранения постоянные враги какие-то мерзкие противные вонючие скользкие слизкие просто я не знаю они перепрыгнули просто сами сами через себя не знаю прыгнули выше свои головы в этом плане и кровища хлещет как бы это неплохо это край то что кровь типа то что не сняются показывать ничего я уже по моему не раз говорил об этом что это очень смелый ход и в принципе я всегда лишь за то что автор показывает свое творение так каким он его сам видит то есть если он захотел показать столько крови то допустим в оригинале там в манге то и в адаптации тоже соответственно должно быть столько же столько же насыщение наполнение таким как раз таки как это называется кишки и всякие про кровь и и так далее расчлененка он окажется прям плана противно но не прям такая вот прям она умеренная не знаю возможно для меня умеренно возможно для кого-то тот чересчур прям уходя что я в принципе могу понять но как бы тут не настолько как могло быть например даже стоит тоже бензопиле по моему гораздо хуже все с этим не хуже а гораздо она жестче по моим в этом плане человек бензопила новая могу ошибаться но к минимуму да я вот когда я смотрю именно на это то у меня прям прям противно не вот находятся такие вот такие способы находит показать показать эту всю пакость мерзость не знаю противность просто ты постоянно удивляешься на что они еще способны что они чем могут придумать и никогда не при не перестаешь удивляться и не не разочаровываешься никогда в принципе да это можно занести к плюсу но лично для меня как бы я я такого не особо как я я могу потерпеть как бы ничего страшного но просто это выглядит если в этом об этом на этом застряющее в свое внимание и вдумываешься в это то конечно становится все хуже ну да ладно ну да ладно я так понимаю что в конце этот ребенок сделал напал точнее на каким-то образом напал уже на ff и просто вот этого не заметили почему то я думаю что она просто у него не хватает воды типа начинала начала таять так скажем в кавычках таять и сухать так так скажем вот неважно но видимо он уже успел на нее напасть и да так что надо быть с ним точно аккуратнее он такой весь безобидный там палец осет но он но он если что он бессмертен ему урон никакой не страшен то есть это очень такой будет опасный враг я чувствую что это будет опасный враг ну ладно посмотрим что будет дальше что будет у нас в следующей серии опять опять эта история про кость да я уже слышал я знаю вернитесь просто к той лодке объединю кость объединишь ты с ним это просто чудище не знаю зародыш непонятно появится со звездой и еще на фф он как-то напал каким-то образом как мы не заметили этого и поплыли на лодке дальше блин ну почему закрою рот как это конечно ужасно выглядели да как все происходит в этом вашем жорже я просто я просто офигеваю каждый раз такс 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 глушим мотор куда-то приехали блины учусти мы просто чудищем делать не знаю с этим ребенком в кавычках все он суни текут у него я конечно не люблю когда у тебя прям банально буквально враг под тебя под боком постоянно находится и не знаю что от него ждать постоянно и за ним даже не следят он просто чему чего угодно можете сделать что с ним что с ним что ты делаешь там ничего нет там только до аллигатора и все прозорачивайтесь так и зачем смотрите полом и чё потом женщина такой умный внезапно стала откуда такого мы взялся да здесь никого серьезно нет не видели нам показывают именно как они этого не заметили повернитесь не знаю верните ли ты голову своей нам не просто внезапно появились дела более серьезно чем кататься здесь на лодках а вот и просто так спалили получается ну конечно не стреляйте выбирные не стрелять пожалуйста или защитить нас или не участие съезд нет нет обернись в речи происходит все мы сдаемся с дайте разберись мужик разберись да сейчас разберется они живут и правильно они там некими что не невидимая прилетела к ним не свести не свести денег не будет наш такую поговорку это не джолин было ты чё а чё а чё не голос пропал фу да почему вот это реально противно просто медленно так и мисс помоги как не пожалуйста помоги прошу тебя да 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 вам только помоги как деть прошу тебя спасибо наконец-то он бог очень подумать не от того потеряла дары не сейчас потом когда-нибудь пожалуйста не сейчас не сейчас не сейчас сейчас он язык прокусил все ты делай что и что это да ты должен принимать ее такой какой она есть и и чё ты хочешь делать чтобы он напал он не глупый он не глупый вообще он далеко не глупый этот стенд так что прямо так ты не дождешься от него никогда так что что происходит ну а она почувствовала наконец-то влечиться разровенные такие просто мухи я не знаю что это пчелы это такие комары захотят да это может быть комары а почему почему будьте внимательнее садитесь глаз у нее просто глаз потек я просто до конца этой части не выдержу постоянно вот эти противные атаки я не могу на вот это вот реально я прям сейчас неплохо ставить да надеюсь что с ними разберешься просто и мы на этом закончим я прошу тебя пора просто закончили это все безумие просто я просто бы представить что случилось с настоящими 3 по 3 по фобами которые смотрели это аниме эту серию блин с джо трассу время ничего даже близко подобного не происходило что происходит жалин через что она проходит просто это жесть не должна была в глазах дырки появляются что за хоррор начался просто я буду смотреть на субтитры и край глаз смотреть что там происходит сверху потому что это ужас и чё дел и чё делать просто из нас киньте его хотя я не знаю что с ним делать этот стенд это просто что-то с чем-то реально так они могли такое придумать раки что такое придумал вообще как те-то в голову пришло что вот он делаешь что он делает я не понимаю отлично отлично я рад что и додумался до этого замечательно надеюсь этого хватит ставлю лайк окей спасибо за информацию что ты сделал она я не знаю почему до сих пор удивляюсь на самом деле после этой серии ничему не удивились больше серьезно там что случилось ребят вообще непонятно как потом дальше с ним разбираться надо там мужику плохо там мужику плохо совсем давай стреляй стреляй в него стреляй правильно давай добивай пути смотрит смотрит за всем давай стреляет и стреляй уже не обращай внимания на других пожалуйста помоги своим друзьям почему козди внезапно пробуждает какие-то выращивать растения просто я не знаю что-то его конечно расколбасилась мне кажется уже ничего не слышит ему уже не до этого вы же ты чё с ним будешь работать дальше он он живой вообще что за шизики просто здесь одни не наносит и шедевр я согласен и вот еще все равно такие стат мужик его включил что просто музыку а ты ключ буквально включила на эту эту этот диск чтобы музыку проиграть что-либо опять дырки эти ты отстань местными дырками и потек стреляй 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 не говори с ним стреляй но пули как же медленно что ты делаешь почему-то промахиваешься как там оказался у стрелять больше никого нет да он ложки на диски на на нормальное расстояние такие я не я уже видел это да не может быть но ты убей вот этого мужика просто и все данина иначе узнавать и просто стреляй ты уже он уже нашел тебя от пучи мне кажется что ff просто этого отсюда не уйдет мне кажется она больше не уйдет отсюда а мне кажется ff слишком много узнала поэтому мне кажется очень маленький шанс на то что она отсюда живой идет если честно к сожалению потому что как дальше будет разваться события если допустим она узнает что ну точнее она расскажет что она знает кто такой кто такая бред ну бледная змея кто владелец этого стенда у пучи возьму возникнут ли проблемы на самом деле с одной стороны как бы должны по логике но с другой стороны что они сделают с этой информацией я просто не знаю что они в принципе могут сделать с той информации что они имеют что пучи это так скажем главный злодей по сути я просто знаю что они могут с ним сделать если честно так что не факт что ff сейчас погибнет не думаю что на самом деле погибнет если честно не знаю как но происходит очень много дурацких глупых вещей прямо сейчас что она не застрелила до сих пор этого dng потому что не застрелит его то по логике она не должна отсюда уходить она должна здесь уберечь как бы если она не застрелила его то есть или как минимум она застрелит застрелит его и ну как бы и умрут с этим с этой информацией что пучи главный злодей как бы это было бы вполне себе это было вполне себе подходящие подходящий сход подобной ситуации потому что у нас как бы и злодеи там у других сцен который находится у джолины и она суе и пучи здесь короче давит на нас теперь короче да непонятно ну и просто еще раз повторю вот эти уже просто это ужасность это ужасные стенды в это в этой части это просто кошмар сети проклять проклятые просто противные мерзкие а я не живу до конца аниме я не доживу просто конца этой части я не доживу то что было раньше то просто были цветочки реально три по фобу в этой серии просто они они ушли они просто ушли с этого аниме они перестали усмотреть после этого у меня как бы тоже такая вот небольшая три по фобе такая самая слабенькая наверное самое незначительное но тем менее когда я смотрю на эти дырки я просто представляю их не мне просто у меня мурашки мне прям неприятно становится не то что не прям плохо как-то становится физически или морально но ментально но тем не менее смотреть на это максимально неприятно у меня просто когда когда такой такой вижу особенно на телах вот когда происходит с людьми вот я просто представляю как это было в реальной жизни еще это это просто это кошмар я каждый хочу никого там развить у кого-то еще вот эти возможно из вас есть признаки симптомы этой три по фобе и поэтому не буду углубляться в это но просто меня это противно на самом деле противным ладно на удивление мы еще не разобрались этим стендом у нас еще будет дальше дальнейшем серия я пожалуй на этом закончу потому что пойду отдыхать от этих всяких три по фобе ваших это как это ужас еще раз повторюсь и спасибо большое за просмотр подписывайтесь на мой youtube канал а стратеги же комментарии ставь лайк всем понравилось видео вступает на группу вконтакте на сердце дискорде обязательно и до скорых встреч пока